В горы с ним и в немом удивлении смотрела Ленка на свою руку, тело ее вздрагивало от каких-то невидимых ударов, подчинявших ей упаковку внутри. Острую, живую боль. За ноги ее, орал Валька, за ноги! Они повалили меня и схватили за ноги и за руки. Я легалась и двигалась до всех сил, но они меня скрутили, вытащили в сад. Железная кнопка и шмака вам вывел отлить чучело, укрепленное на длинной палке. Глядно за ними вышел Димка и встал в стороне. Чучело было в моем платье, с моими глазами, с моим ртом до ушей. Ноги сделаны из черт набитых соломок. Вместо волос торчала пакля и какие-то перышки. На шее у меня? То есть и чучело. Болтала дощечка со словами. Чучело предатель. А они веселились вокруг чучела. Пусть прыгали и хохотали. Ух, наша красавица, дождалась. Я придумала, я придумала. Шмака в отрагности запрыгала. Пусть Димка подожжет костер. После этих слов Шмаков я совсем перестала бояться. Я подумала, если Димка подожжет, то может быть я просто умру. А Балька в это время, он подседут пелопеды, выткнул чучело в землю и насыпал вокруг него хворост. У меня спичка. Тихо сказала Димка. Зато у меня есть. Лохматый встанул Димке в руку спички и подтолкнул его к чучелу. Димка стояла около чучела низко пустяком. Я замерла. Ждала в последний раз. Ну, думаю, он сейчас заглянется и скажет. Ребята, я так и ни в чем не виновата. Все я. Поджигай. Приказала железная кнопка. Я не выдержала и закричала. Димка, не надо, Димка! Димка, а он по-прежнему стоял около чучела. Не было видно его спина. Он сутрился и казался каким-то маленьким. Может быть, потому что чучел был на длинной палке. Только он был маленький и не крепкий. Ну, Сомов, сказала железная кнопка. Иди же, наконец, до конца! Димка упал на колени и так низко пустил голову, что не утромчали они плечи, а головы совсем не обладает. Получился какой-то безголовый поджигатель. Он чиркнул спичкой, и пламя огня выросло над его плечами. Они подтащили меня вплотную к огню, и я не отрываясь своего тела на пламя костра. Я почувствовала тогда, как этот огонь охватил меня. Он сжет, печет и кусает. Где-то мне доходили только волны его тепла. Я закричала. Я так закричала, что они опять же не выпустили меня. Когда они меня выпустили, я бросила в костру и стала швыривать его ногами. Подала горящий и сучу руками. Мне не хотелось, чтобы чуть-чуть она сгорела. Мне почему-то этого страшно не хотелось. Спасибо.